Пятый канал представляет От домашней работы Елена Санжаровская Известный фитнес-тренер Трудно поверить, но ей под 60 Лени пенсия пришла Конец-то Даже на пенсии Санжаровская Остается фитоняшкой Подсадила на спорт своих внука и зятя И еще более миллиона подписчиков А это звезда соцсетей Итальянка Жаклин Беридо Которую называют Самой горячей бабушкой в мире Ей за 50, но выглядит она Максимум на 30 Как ей это удается? Актриса Эвелина Блёденс Тоже признанный секс-символ И легко может вскружить голову Молодым поклонникам Несмотря на то, что в этом году Отмечает 50-летний юбилей В чем ее секрет? Вот я себя чувствовала, как я поступала В театральный институт Эвелина Блёденс, 17 лет, город Ялта Я себя продолжаю чувствовать Абсолютно так же На этих женщин хотят быть похожими Миллионы поклонниц Однако на тех, кто желает Спросить груз прожитых лет Зарабатывает целая индустрия И они нередко теряют здоровье Поверив продавцам Омолаживающих таблеток Эликсиров и процедур Например, как вам омоложение С помощью звука? Мы используем только звук Звуку претензий нет Вы только сказали об этом Все, вопросы сняты Как на самом деле продлить молодость Сохранить красоту и здоровье Распространенные схемы обмана И реальные рецепты молодости Мы расскажем всю правду О секретах долголетия Сегодня в программе Лабораторные исследования эликсира молодости Что это? Революционное открытие или обман? Ты смотри, что происходит Она шипит Диеты, замедляющие старение Чем питаться, чтобы оставаться молодым? Главное правило долголетия Это, чтобы в вашем рационе Обязательно присутствовали темные каши Секреты кавказских долгожителей Как сохранить здоровье Перешагнув столетний рубеж Я ни разу за свою жизнь Не лежала на лечении в больнице Загадки человеческой природы Неужели старение Это всего лишь болезнь Или генетический сбой? Вот мой паспорт Мне 24 года Уникальный эксперимент На что способна креоника? Возможно ли сначала заморозить А потом вернуть к жизни живое существо? Оно там дышит? Состояние кожи Один из главных показателей здоровья человека Например, прыщи на подбородке Могут свидетельствовать о проблемах с желудком Высыпание на висках и в верхней части скул Нередко указывают на неполадки в работе печени Или желчного пузыря Сыпь на лбу у женщин Признак гормонального сбоя А вот морщины на лице Не только выдают возраст Но и указывают на некоторые черты характера Например, складка между бровями Означает, что человек часто хмурится Испытывает стресс Или обижается Морщинки в уголках глаз Напротив, признак веселой и добродушной натуры Впрочем, многие от подобного украшения Стараются избавиться И прибегают к различным процедурам Радиочастотному лифтингу Уколам ботокса Или подтяжке лица Недавно певица Татьяна Лихачева решила омолодиться Мечтала поскорее вернуться на сцену после родов А в одном из медицинских центров Артистке обещали мгновенный эффект Предложили некую услугу После которой буквально моментально Я начинаю быть снова 15-летней девочкой Да, например, и даже лучше Певица поверила и пришла на прием Где ей два часа делали чистку кожи А затем нанесли на лицо крем неизвестного происхождения В результате вместо избавления от морщин Татьяна получила серьезные проблемы со здоровьем Появилась некая сыпь, от которой я потом очень долго избавлялась И сухость кожи еще большая, чем была до того, как я пришла в это заведение волшебное Причем Татьяне настойчиво предлагали приобрести комплект Так называемых чудо-средств за 70 тысяч рублей И подобных предложений, которые обещают невероятный омолаживающий эффект, немало Миллионы предложений нам дают, чтобы омолодить лицо прежде всего И эти все предложения, они сводятся к тому, что люди просто заинтересованы в каких-то меркантильных интересах Нежели в истинном эффекте предлагаемого ими продукта Актрисе Елене Мельниковой 64 года У нее трое детей и четверо внуков Однако назвать ее бабушкой язык не повернется Артистка уверяет Она всю жизнь обходится без дорогих косметических средств Потому что раз в неделю делает контрастные маски на лицо Берете салфеточку И очень-очень горячую воду К себе на лице Тут же Холодную, ледяную Еще раз, так 10 раз Так даже после вредного театрального грима кожа остается молодой и здоровой А стресс после спектаклей Елена Мельникова снимает в оздоровительном центре При театре Вахтангова Здесь и спа, и тренажерный зал, и массажная зона Как он щиплет Абсолютно Ой-ой-ой Ой Ты что там делаешь? Ты что творишь? Кстати, массаж это еще и омолаживающая процедура Уверена актриса Ольга Спиркина В этом году артистка отмечает юбилей 55 лет И выглядит отлично Секрет ее молодости в том, что каждое утро она начинает с особого ритуала Поверьте мне, если помять уши Ну так прям помять, помять, вот их промять хорошенько уши Ты вдруг чувствуешь, что тебе кровь прилила к лицу И ты такая сразу уже бодрее, розовее И уже как будто бы появилось настроение Массаж ушей действительно улучшает кровообращение и нормализует работу внутренних органов За счет стимуляции активных точек, расположенных на ухе А это в долгосрочной перспективе может прибавить дни, месяцы и даже годы жизни Ольга Спиркина уверена Благодаря этой нехитрой процедуре она легко проживет еще полвека Я своих друзей уже пригласила по определенному адресу на свое столетие Ну почему-то мне кажется, что я долгожитель Как-то я так вот ощущаю, что я должна жить долго Когда влюблен в луаше жизнь, сердце тварится А вот музыкант и продюсер Вячеслав Леонтьев, известный под псевдонимом DJ Club Больше верит в силу гомеопатии Недавно, несмотря на то, что ему всего лишь 35, Вячеслав решил скинуть десяток лет А заодно и похудеть при помощи биологически активных добавок Мне обещали эффект ямоложения, поддержания себя в хорошей физической форме Но результат, мягко говоря, меня расстроил За месяц музыкант действительно сбросил пару килограммов Но радость была недолгой После чего меня жутко накрыло, и меня начало сначала трясти, просто трясти Поднялась температура И сердце, ну, такое ощущение, что он просто выпрыгивал из, скажем так, груди Меня с подозрением на тахикардию отправили в больницу Чтобы не попасть на уловки мошенников и не загреметь в больницу Нужно следовать ряду правил Прежде чем пить биологически активные добавки Обязательно проконсультируйтесь с врачом Нередко такие средства изготавливаются в кустарных условиях Не проходят испытания на безопасность И могут содержать вредные компоненты Это же относится и к антивозрастным кремам Старайтесь выбирать средства известных производителей И обязательно требуйте у продавцов сертификаты качества Но главное, не верьте, если вам обещают мгновенный эффект омоложения Это обман Смотрите далее Как растяжка продлевает жизнь Советы от актеров, телеведущих и политиков Вы начинаете заниматься вот этими движениями Уникальный эксперимент Может ли сон омолодить? На время 12 часов ночи проснулась по будильнику Проспала 6 часов И мне кажется, что я выспалась Чувствую себя замечательно И лабораторные испытания омолаживающих препаратов Из чего сделан эликсир молодости И смотрите, что происходит Она шипит Ученые-геронтологи отмечают Что за последние полвека люди стали жить на 20 лет дольше А средняя продолжительность человеческой жизни Даже в неразвитых странах достигла 70 лет Причина – растущий уровень медицины Еще – мода на здоровый образ жизни и правильное питание Число долгожителей на планете растет Однако большинство из них не может перешагнуть рубеж в 120 лет К тому же старость пока еще не в радость Из-за проблем со здоровьем, которые возникают у большинства пожилых людей Но может скоро все изменится? Петр Горяев возглавляет коммерческую организацию Которую именует институтом И называет себя автором революционной методики Способный повернуть старение вспять И избавить человечество чуть ли не от всех известных болезней Люди могут излечиться от рака четвертой степени Они могут излечиться от патогенных бактерий От вирусов Например, вирус ВИЧ Или вирус Эбола Или там ЗИКа, например Называется чудо-методика Волновая генетика И заключается в том, что пациент прослушивает особые звуковые волны По словам Петра Горяева, они влияют на генетический код человека Программируя организм на здоровье и молодость Теоретически можно жить 500-800-900 тысяч лет И как уверяет ученый, в его практике уже есть сенсационные результаты В частности, его пациентки преклонных лет Всего после нескольких сеансов Якобы смогли снова познать радость материнства Вот эти женщины пожилые весьма У которых я вызвал возврат менструального цикла В возрасте 80 лет Они потенциально могли рожать Услуга простая и дешевая 35 тысяч рублей стоит Хотя можно было бы брать в сотни раз больше Неужели так называемая волновая генетика Действительно работает? Проверим Опробовать на себе чудо-метод и омолодиться Решилась 54-летняя бизнес-вумен Татьяна Кахидзе Здесь мы подключаем наш компьютер В компьютер мы вставляем флешку Где записан звук лечебный Звук Начинаем процедуру Татьяна ждет быстрого результата И расстраивается, когда не ощущает Обещанного эффекта омоложения Кажется, назревает скандал Мы больному даем только звук И все За деньги К звуку претензии есть Вот дают слушать А, вот это уже совсем другое Вот это с одной стороны Сначала все это как начиналось Все это излечивалось и так далее А тут у вас есть звук Вы его услышали? Услышали К звуку претензии есть? К звуку претензии нет Зато у пациентки есть претензии К самой многообещающей методике Лицензию на медицинскую деятельность Ученый предъявить не смог Нельзя людям говорить о том Что идите туда, лечите туда А тем более брать деньги Метод заключается в прослушивании звука Который давно используется в медицине Так мы генетики или мы все-таки радиоинженеры? Звук воздействует на гены Куча публикаций, которых вы не знаете Вы можете совершенно любым предметом Бубном, кастрюлей Вам будет также издавать определенные волны Это может еще и навредить очень сильно Допустим, у человека преобладают процессы возбуждения Над процессами торможения Мы не знаем характеристики этих волн Да, и на десятерых пациентах Это будет нулевой эффект А на одиннадцатом это может быть паническая атака Бессонница Все что угодно Кавказ – родина долгожителей Здесь, в Чечне, живут одни из старейших людей планеты Это Башати Мербулатова Ей 116 лет И свое утро она начинает с работы на грядках В огороде вот такую работу делаю обычно Пропалываю грядки Кое-что посадили Вон там, например, лук посажен Тыкву буду сажать весной Овощи и молочные продукты – основа ее рациона Бабушка ни разу не ела фастфуд и не сидела на диетах Я ни разу за свою жизнь не лежала на лечении в больнице Земляк Баши Тимир Булатовой Магомед Расуев Недавно отметил свое 108-летие Я родился 1 января 1911 года Мужчина никогда не занимался спортом Но много лет подряд ежедневно проходит несколько километров И питается особым образом Мне кажется, что весь секрет моего долголетия и здоровья Кроется в том, что я не ел мясо, а именно баранину и говядину Курятину ел много, питался в основном молочными продуктами И лепешками из кукурузной муки Это полезно Кукурузные лепешки, натуральная халва без семечек и варенье из груши Вот и все сладости, которые пробовал долгожитель за 108 лет И считает это залогом здоровья Сейчас питание другое Молодежь ест очень много мучного Натуральное, разнообразное, регулярное и умеренное Таким, по мнению диетологов, должно быть питание человека Который хочет дожить до 100 лет Надо отдавать предпочтение натуральным продуктам Которые произрастают или находятся в вашем регионе При щадящей их обработке Будет сохраняться вся питательная ценность Которая поможет организму поддерживать активность, работоспособность и хорошее здоровье Зелень незаменимый продукт для тех, кто хочет сохранить молодость В ней много полезных минеральных веществ Кальций, магний, фосфор Она улучшает пищеварение, работу печени и сердца Но важно, чтобы зелень была свежая И ее лучше не резать ножом, а рвать руками Так процесс окисления будет происходить гораздо медленнее Омолаживающими свойствами обладает и авокадо Этот овощ, богатый полезными для мозга аминокислотами Обожает пародист Александр Песков Авокадо – настоящий эликсир молодости Не поверите, от них не бывает морщин Самое главное – девчонки, женщины Прямо ложкой можно кушать Сам артист ест авокадо как минимум три раза в неделю Добавляя его в фирменный салат Итак, готовим салат, мне всегда 16 Для этого блюда пародист берет перепелиные яйца и бобы Льняное масло, богатое витамином Е Который еще называют витамином молодости И консервированного тунца в собственном соку Он богат аминокислотами Омега-3 и омега-6 Что позволяет нам создать, во-первых, в нашем организме молодые клеточки А во-вторых, он обязательно сделает все для того, чтобы наши мозги работали Потому что именно тунец дает работу мозгам И, похоже, фирменный салат Пескова действительно способен продлить молодость Пародисту под 60, а он полон сил, словно подросток Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда Лет 20 этот салат мне скидывает В моей жизни, в моей работе, в моей любви, в моем счастье и даже в сексе I love you Нутрициолог, эксперт по организации питания Ольга Деккер Советует налегать не только на овощные салаты и рыбу Но и регулярно есть фрукты Для долголетия очень важно, чтобы в вашем рационе были продукты Которые являются женскими, которые содержат гормоны Гормоны, эстрогены, содержат гиалуроновую кислоту Вот, например, такой гранат замечательный тут лежит у нас на столе И в яблоках, в моркови, в сои, в гранатах она содержится И когда вы употребляете эти продукты, вы становитесь красивее, здоровее, веселее Омолаживающим эффектом обладают и темные каши Такие, как гречка или бурый рис Которые, в отличие от риса обычного или пшонки Практически не повышают уровень сахара в крови А значит, не изнашивают поджелудочную железу И не вредят кровеносным сосудам Если ежедневно на вашем столе будут присутствовать темные каши Вы продлите свою жизнь на 4 года Когда на вашем столе также ежедневно будут присутствовать фрукты Вы продлите свою жизнь еще на 3 года И ежедневные занятия физической активностью в течение 7 минут Продлят вам жизнь минимум на 7 лет Итого вы собственными усилиями сможете продлить свою жизнь на 14 лет Известный актер Иван Краско уверяет, он диет никогда не придерживался Это не имеет никакого значения Организм сам подскажет, чего он сегодня хочет Вот это называется слушать себя Ну как вот Сократ, хочу попил, хочу поел 88-летний артист признается Раньше бодрости и сил ему придавал брак с актрисой Натальей Которая моложе его на 60 лет Но недавно пара со скандалом развелась Краско мечтал о детях, но супруга энтузиазма не разделила Для меня женить бы без детей это совершенно нонсенс непонятно Зачем? Теперь, говорит Краско, объятие молодой супруги он заменил особой зарядкой И уверяет, что чувствует себя отлично Вот так вот напряженно сжимать кулак Потом переносить напряжение дальше, дальше И почувствуешь, что у тебя и тут везде на спине, на груди, на животе Везде какие-то внутренние мышцы Которые можно изнутри напрягать Не применяя к ним снаружи какое-то усилие Помимо любвеобильности и физических упражнений Секрет долголетия актера – сон Днем надо функционировать Организм уж так приспособлен А ночью надо восстанавливаться, спать С артистом согласны и врачи Если спать правильно, можно продлить жизнь на 15 лет Кровать мы используем только для сна Мы в кровати не работаем, не занимаемся То есть кровать мы используем только для сна или для близости За час до сна никакой сенсорной перегрузки Убираем гаджеты, убираем телевизоры То есть все, что сенсором у нас действует И главное, за два часа до сна Никакого стресса и никакой еды Иначе замучают кошмары Может появиться храп и даже начаться апноэ Остановка дыхания во сне А это чревато не только преждевременным старением Но и серьезными проблемами со здоровьем Важнейшую роль сна для хорошего самочувствия и долголетия Понимали и наши предки Но тогда режим сна сильно отличался от современного Еще 300-400 лет назад люди делили период ночного отдыха на два больших отрезка Это был так называемый дробный сон Человек ложился спать через два часа после заката И просыпался примерно через четыре часа в районе полуночи Пару часов бодрствовал, занимаясь домашними делами Затем снова ложился спать И вставал уже с рассветом Около шести часов утра По мнению историков, дробный сон Практиковали Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи Бенджамин Франклин, Никола Тесла Черчилль, Сальвадор Дали, Наполеон и многие другие Модель и блогер Наталья Горжанова Прочитала, что дробным сном увлекались гениальные люди И решила развенчать миф о том, что умных моделей не бывает Она готова попробовать новую систему на себе Но для начала отправляется на обследование В принципе, я чувствую себя хорошо Ну, как бы я же еще молодая Но хотелось бы все-таки узнать, правильно ли я сплю Может быть, другая система и другой метод он лучше Обследование показало Сейчас у Натальи все хорошо Она соответствует своему биологическому возрасту Эмоциональное состояние в норме Серьезных проблем со здоровьем нет Но посмотрим, как повлияет на ее самочувствие новый метод сна Девушка соглашается принять участие в необычном эксперименте Ровно месяц она будет практиковать дробный сон Спустя месяц мы подведем итоги и посмотрим, как улучшатся ваше самочувствие и состояние Хорошо? Да, я готова Я за Все это время Наталья будет вести видеодневник и отслеживать свое самочувствие День первый Девушка пытается спать по новому графику Итак, ну что, начинаем эксперимент Время 18.00 Как и было сказано, нужно засыпать на закате Ставлю будильник на 12 Проснусь и расскажу про свои ощущения Посмотрим, что произойдет с организмом Натальи за это время И действительно ли дробный сон обладает омолаживающим действием А пока подведем итоги Чтобы продлить молодость, включайте в свой рацион зеленые овощи, темные каши, сезонные фрукты Жирное мясо заменяйте рыбой, например, тунцом или треской, а чай и кофе обычной водой Смотрите далее Загадки человеческой природы Неужели старение – это всего лишь болезнь или генетический сбой? Вот мой паспорт, мне 24 года Феномен или закономерность? Почему люди перестают стареть после клинической смерти? Я не болею хроническими заболеваниями и чувствую себя прекрасно Как установили ученые, на продолжительность жизни влияют 4 основных фактора На 15% долголетие зависит от экологии На 20% от генетики Еще настолько же от уровня медицины и на 45% от образа жизни Выражение «движение жизнь» нужно понимать буквально Доказано – те, кто ежедневно проходит хотя бы километр, живут на 5, а то и на 10 лет дольше тех, кто ведет сидячий образ жизни Но регулярные физические нагрузки требуют дисциплины Куда заманчивее обрести здоровье и долголетие без усилий И биолог Валерий Зюганов уверяет, что владеет таким рецептом По его словам, он изобрел настоящий эликсир молодости И сам принимает его уже 20 лет По каплям, получая эликсир через потребление под язык, часть его молекул доходит до гипоталамуса И улучшает тем самым состояние организма Это символ молодильной яблоки Автор рецепта объясняет Его чудо-эликсир напрямую воздействует на гипоталамус Который еще называют бортовым компьютером человека Эта небольшая часть мозга регулирует работу всех органов, вегетативной и нервной систем А эликсир якобы в несколько раз улучшает функции гипоталамуса Лучше люди спят Появляется бодрость, уравновешенность нервной системы Даже некоторые эйфории Причем биолог уверяет, эликсир универсальный Можно пить, можно использовать вместо крема Точный состав изобретатель держит в секрете Даже от покупателей Но мы настроены разгадать тайну вечной молодости Отправим чудодейственный эликсир Зюганова на экспертизу Результаты узнаем через несколько минут Народный целитель Александр Пьяник-Боженко Обещает всем желающим омоложение при помощи вот этих двух приборов Один, по его словам, улучшает энергетику Второй избавляет от паразитов Но это приборы настроены на то, чтобы уничтожить вирусы, бактерии, грибки Проверим, как это работает Провести эксперимент над собственным телом согласилась телеведущая и психолог Алена Павлова Ну я что-то должна после этого почувствовать Вот мы первый прибор продиагностировали на мне Второй прибор Ну где-то через сутки почувствуешь А за это время производят определенные изменения в организме, позитивные В основе метода лежит радиоволновое воздействие То есть целитель уверен Направляя волны на определенные участки тела Можно вылечить болезни и стать моложе Сейчас, мне кажется, меня попытались в чем-то обмануть В чем-то нагреть и провести на мне эксперимент Но к критически настроенным клиентам он не привык Если возникают сомнения в его методе, сразу заканчивает общение Это просто ерунда, это отлучивание Это называется, я не в той форме, которая потом не в том алгоритме съемок Так что заканчивается? Как мы еще заканчиваем? Избавиться от паразитов и вообще диагностировать эту патологию А можно двумя способами Это по анализу крови и есть более специфические анализы по калу Все остальные методы не имеют никакого отношения к серьезной классической традиционной медицине Для начала нужно разобраться, врач это или нет Потому что эти истории многочисленные Когда начинают разбираться, то там даже нет образования медицинского, не то что врачебного Вот мой паспорт, мне 24 года Екатерина Неженцева из Нового Уренгоя попробовала множество способов омоложения Их все бесполезно Трудно поверить, но девушка уже родилась со старческими морщинами У Екатерины редчайший генетический дефект под названием прогирия То есть преждевременное старение Недуг передался по наследству и ее младшему сыну Несмотря на то, что у Екатерины двое детей Счастливой она себя не чувствует Девушке до слез обидно в 24 года выглядеть на 50 Интересно, что внутренние органы у Екатерины соответствуют ее истинному возрасту И ощущает она себя тоже молода У меня есть такие же яркие одежды, как у молодежи Но пока платья пылятся в шкафу Показываться на публике Екатерина стесняется Чтобы вернуть красоту и молодость Девушка уже перепробовала все методы От пластических операций до народных методик Обращались и к генетикам в медицину И обращались к бабушкам Предлагали, допустим, мне однажды стволовые клетки Но они не были испытаны на человеке То есть я должна была быть подопытным кроликом Ничего я не захотела Бабушки всякие разные тоже и через калач протаскивать И вплоть доходило до того, что нужно было топить белую собаку Следовать таким советам Екатерина не стала Вместо этого пользуются домашними кремами и травяными отварами Которые, впрочем, тоже не помогают Девушка надеется, что лекарства от ее болезни Изобретут раньше, чем она действительно состарится Москвич Вячеслав Климов уверяет, что перестал стареть после клинической смерти Мне дают 30 лет, хотя я с 1963 года рождения мне сейчас 55 лет По словам Вячеслава, еще в 1976 году он попал в аварию Его сердце не билось 4 минуты Зато теперь никаких проблем со здоровьем Органы остались в том же возрасте, как и в подростковом Хроническими заболеваниями я не болею И, в общем, чувствую себя прекрасно и бодро Вячеслав уверяет, его феноменом заинтересовались канадские ученые Специалисты взяли на исследование образцы ДНК И получили сенсационные результаты Внутренний процесс старения у внутренних органов Он отстает от моего календарного возраста Где-то лет на 20-25 Неужели мужчина действительно теперь останется вечно молодым? Проверим Отправляем Вячеслава Климова на обследование Посмотрим, что выявит УЗИ внутренних органов А пока давайте разберемся, почему мы вообще стареем Ведь в природе встречаются бессмертные существа Некоторые моллюски, гидры и медузы живут тысячи лет Например, туритопсис нетрикула, достигнув старости Через 3-4 месяца после рождения превращается в эмбрион И снова начинает расти Раковые клетки тоже не погибают Раковая клетка, она действительно считается бессмертной Есть такое даже выражение, что раковая клетка продала душу дьяволу И получила за это бессмертие Загадку бессмертных организмов давно пытается разгадать наука Пока это не удалось применить на человеке Но ученые не оставляют попыток Элизабет Перриш почти 50 Это первая женщина в мире, которая добровольно на свой страх и риск Испытала на себе генную терапию против старения Ей ввели в вещество теломеразу, которое влияет на часть хромосомы теломеру Именно она отвечает за старение организма На концах ваших хромосом расположены колпачки, которые называются теломерами Ваши клетки делятся, и эти колпачки становятся все короче и короче Этот процесс связывают с заболеваниями, возникающими в старости Удлиняя концы хромосом с помощью фермента теломераза Мы рассчитываем стимулировать деление клеток И обеспечить их здоровое состояние на более продолжительное время То есть более долгую жизнь Эксперимент длится уже 4 года И Элизабет Перриш уверяет, что действительно стремительно молодеет Без сомнения, я чувствую прилив сил Я снова получила возможность делать то, что долгое время не делала Я смогла поднимать тяжести и бегать на длинные дистанции И вообще чувствовала себя в тонусе, прикладывая к этому меньше усилий Пока эксперимент продолжается, окончательные выводы делать рано Для тех, кто не хочет ждать результатов научной революции Перриш рекомендует соблюдать простые правила На данный момент самое главное – это питание и физическая активность Это самое важное, что вы можете делать Ещё считается, что омолаживающим эффектом обладает так называемый дробный сон Напомним, модель и блогер Наталья Горжанова проводит эксперимент Ложится спать в 8 вечера Затем встаёт по будильнику в полночь Бодрствует до 4 утра и снова засыпает И поначалу такой график девушке даже нравится Эй, доброе утро, страна Время 12 часов ночи Проснулась по будильнику Проспала 6 часов Мне кажется, что я выспалась, чувствую себя замечательно Кажется, это крутой метод Пойду, пожалуй, приберусь дома Что-нибудь почитаю И, возможно, что-нибудь съем Следующий будет денег на 4 Проверим Но через несколько дней ситуация меняется Вставать в полночь становится всё труднее Итак, десятый день эксперимента Я пытаюсь держаться бодрячком Но понимаю, что на самом деле Силы-то чего-то убавляются Пока позади 10 дней эксперимента Посмотрим, как пройдут ещё 20 Но даже самый сладкий сон Не поможет оставаться молодым Если человек ведёт сидячий образ жизни Постоянная физическая активность Вот залог долголетия Бельгийские учёные проверили исследования Взяли женщин красивого зрелого возраста Старше 64 лет И оказалось, что те женщины Которые ведут активный, яркий, динамичный образ жизни Стареют гораздо меньше А те, кто ведут такой сидячий образ жизни И практически не двигаются Более 8-10 часов в сутки Стареют гораздо быстрее Их клетки на 8 лет Старше, чем у их ровесниц Важный помощник в деле сохранения молодости Для Эвелины Блёденс Её сын Сёма Которого сама актриса Называет солнечным мальчиком Зачем тратиться на гантели На утяжелители Когда есть прекрасный мальчик Каждый день она делает с ним зарядку Маме молодость Сыну веселье И ребёнку забава И маме попа потянутая И это не только вопрос красоты фигуры Подобная нагрузка улучшает работу сердца Растяжка повышает эластичность мышц И подвижность суставов А в итоге тело остаётся молодым Известному политику и экс-сенатору Валентине Петренко 63 Работа у неё нервная Но несмотря на стресс Женщина и выглядит молода И чувствует себя максимум на 40 Её секрет Комплекс особых упражнений Которые легко выполнить дома Берёте стул Вы ставите на носочек Ножку свою Вот И покачивающимися движениями Вы начинаете растягивать В молодости сама Валентина Петренко Увлекалась танцами И сейчас снова начала Уделять время Своему любимому занятию Это позволяет Оставаться в форме Даже на пенсии И вы начинаете Заниматься вот этими движениями Которые начинают вам Всё выше, выше, выше Начинать поднимать ногу Впрочем, умственная нагрузка Для долголетия Важна не меньше, чем физическая Если стареет мозг Тело стареет ещё быстрее Хорошо известно, что Интеллектуалы живут дольше Чем выше образование У человека Тем Средняя продолжительность жизни Его выше Но как это связано? Дело в том, что Умственная нагрузка Улучшает память И даже настроение Снижает вероятность Возникновения депрессии И защищает От ожирения И инфарктов Чем активнее работает мозг Тем больше энергии возникает И тем больше человек Готов двигаться Ежедневно решайте Кроссборды Лёгкие задачки Установите себе Приложение с головоломками Вячеслав Климов Для продления молодости Специально ничего не делал Он уверяет, что в свои 55 Выглядит на 30 Потому что его организм Перестал стареть После перенесённой Клинической смерти Мы направили мужчину На ультразвуковое обследование И похоже Не всё так радужно Как думает сам Вячеслав Вы имеете Сердце, сосуды, печень Поджелудочную железу Соответствующие 55-60-летнему человеку Кажется, Вячеслав Искренне удивлён результатами А как же анализ ДНК Проведённый канадскими учёными Ведь он доказал Что мужчина не стареет Но врач разочаровывает пациента В большинстве случаев Вышеладанские мероприятия ДНК человека не меняется С возрастом Мы находим Останки людей Умерших 5000 лет назад И берут ДНК И ДНК никак не изменилось ДНК это не тот Субстрат Который изменяется Под влиянием возраста Невозможно повернуть Жизнь назад Нельзя омолодиться А ведь именно Такой эффект Обещает изобретатель Эликсира молодости Биолог Валерий Зюганов Пора узнать Что покажут Лабораторное исследование Его секретного Чудо-препарата Тут столько всего написано Что омолаживает кожу Стимулирует регенерацию клеток Я уже понюхал Мне запах очень не понравился Я думаю Что здесь содержатся Какие-то кислоты Вы когда-нибудь делали Там ожог кожи Да Потом кожа слезает Приходится выявлять состав С помощью реагентов Химик Алексей Одинец Проводит тест На наличие кислот Добавляет в так называемый Эликсир молодости Обычную пищевую соду И смотрите Что происходит Она шипит Она начинает пениться Шипеть В нашем организме Тоже присутствует Такая вот сода Это так называемая Бикарбонатная система Которая защищает нас От свободных радикалов И когда Бикарбонатная система Истощается То возникает заболевание Или нарушение обмена веществ То есть этот секретный состав Вряд ли кого-то омолодит Но может навредить Нарушив в организме Обмен веществ Вот мое глубокое убеждение Что изобретение Эликсира молодости Невозможно Воздействуя Каким-то одним лекарством На какую-то одну мишень Мы ситуацию Изменить не можем Для того Чтобы Замедлить старение Действительно Эффективно продлить Активную жизнь Нужно комплексное воздействие Вместо того Чтобы тратить время и силы На сомнительные способы Омоложения Ежедневно Перед сном Совершайте Получасовую прогулку Практикуйте Контрастный душ А по утрам Делайте легкую зарядку Это точно Улучшит самочувствие Смотрите далее В нашей программе Поможет ли дробный сон Улучшить самочувствие И омолодиться Итоги Необычного эксперимента Ставлю будильник на 12 Просто день сурка День сурка А также полная заморозка На что способна Крионика Переступим к процедуре Оживления И получится ли Оживить таким образом Человека Они же не Внедрят туда душу Того, кто умер Это будет что-то другое Валерия Удалова В прошлом Рок-музыкант Писатель Менеджер по продажам И риэлтор С начала 2000-х Занялась Необычным бизнесом Открыла Криофирму Одним из первых Пациентов Стала ее Собственная мама У меня мама уже была пожилая Она уже принесла инсульт И я сказала Мама, креонируйся Мама мне говорит Креонироваться не буду Потому что жизнь у меня была тяжелая Вот развей мой пепел А вот Я не буду твой пепел Развеивать Даже не надейся Подписывай договор После смерти Матери Валерия Креонировала То есть Заморозила ее мозг В надежде в будущем подарить ей Новое молодое тело Новой жизни в резервуарах С жидким азотом Теперь ожидают и домашние питомцы Валерии Две собаки Мы их тоже любим Мы хотим взять их с собой Моей дочери Умер хомячок И мы его креонировали Потому что А почему нет? Вот Почему они недостойны жизни? Располагается Криофирма На этом складе В Подмосковье Хранятся клиенты В таких сосудах Дюарах При температуре Минус 196 градусов В этом сосуде Дюара на хранении Находится 11 человек Которые выбрали Креонирование тела полностью И 10 человек Которые выбрали Креосохранение головы Или мозга Студент из Нижнего Новгорода Сергей Ефратов Тоже решил Заморозить мозг Стоит это Недешево Около 12 тысяч долларов Поэтому пришлось Взять кредит На шее Можно у меня Видеть Жетон Мы называем их Кре-жетоны Мы стараемся Наслить их Все время и всегда Здесь на двух языках Впечатаны Мое имя И инструкция о том Что в случае Моей смерти Позвонить В такую-то компанию Студент надеется Что после разморозки Его сознание Обретет Новую физическую оболочку Если хотите Проснуться В своем теле Его нужно Заморозить целиком Это стоит дороже 35 тысяч долларов То есть более Двух миллионов рублей За эти деньги Фирма Обязуется Держать вас В холоде Столько Сколько нужно А если Все-таки Вдруг Эти технологии За 100 лет Не появятся То в контракте Предусмотрено Автоматическое продление Каждые 25 лет До тех пор Пока цель Завершить технологии Для восстановления Кре-пациента Не появится Но защитит ли Таких пациентов Договор С Кре-фирмой Ведь процесс Ожидания Революционных Технологий Может затянуться Надолго Они и замораживают А кто потом Будет доказывать Через 100 лет И эти уже умрут Кто деньги берет За замораживание И те кто отдал Их замораживать Уже умрут Неизвестно Но как происходит Заморозка И сможет ли Живой организм После этого Восстановиться Проведем Необычный опыт Проверим Методы Креоники В действии Для нашего эксперимента Мы берем Карпа Привет, братан Заморозим И попытаемся Оживить Этого карпа Главное Все делать быстро Чтобы не повредить Ткани Перекладываем Живую рыбу В кастрюлю И заливаем Жидким азотом Его температура Минус 196 градусов Карп превратился В лед Кажется он ушел Или уплыл От нас В мир иной Навсегда Но попробуем Его разморозить И посмотрим Что произойдет В таком виде Предполагается Что человека Будут хранить Там 500 лет Переступим К процедуре оживления Опускаем рыбу В воду И ждем Задышала Правда Вполне Она там дышит Поражительно Карп Действительно Ожил Но как такое возможно Оказывается Все дело В составе Его крови В частности Содержит глицерин А глицерин Он превращает Воду При замерзании Не в кристаллы А в некое Такое Желе И вот это Желе Она гораздо Менее Травмирует Клетки И это позволяет Им без Большого ущерба Переживать Замораживание Человеку Специальный состав Вводят Уже после смерти Но сотрудники Криофирмы Уверены Вернуть их Пациентов К жизни Получится Это лишь Вопрос времени Я лично считаю То что Это примерно 30-35 лет За это время На мой взгляд Будет составлена Та мозаика Технологий И практик Которая позволит Нам вывести Пациента Из скринированного Состояния Устранить причины Которые повлекли Смерть И реанимировать Его Однако врачи Такого оптимизма Не разделяют Тело Это не сознание Что они Реанимируют Там сознания Это уже не будет А внедрить Какое-то другое Сознание Туда Это другая технология Ну то есть Они конечно же Хорошее свежее мясо Повысят Через 100 лет И клеточки Не разорвутся Но сознание В этом теле Не будет Пора узнать Поможет ли Омолодить организм Так называемый Дробный сон Напомним Участница нашего Эксперимента Модель и блогер Наталья Горжанова В течение месяца Она ложится спать В 8 вечера Затем встает По будильнику В полночь И не спит До 4 утра На 26 день Модель сдается И просит Прервать эксперимент Я так не могу Потому что Потому что я Вообще Я просто Я без сил Я разбита И у меня ужасное состояние Ужасное настроение У меня нет энергии Посмотрим Что случилось С организмом девушки Направляем ее На прием к врачам Результаты Повторного обследования Шокируют Наталью Ваша нервная система Она постарела То есть она действительно Находит в состоянии стресса То же самое происходит С вашим эмоциональным самочувствием Такой сон оказался Не для слабонервных Возможно Наши предки И могли оценить Его преимущества Но модели С ненормированным Рабочим днем Он однозначно Не подходит Вам лучше все-таки Вернуться К обычному В форму Сна Когда вы понимаете Что вы должны спать К минимуму 8 часов Сон дает человеку Возможность восстановиться Именно во сне Проходит множество Важных обменных процессов В организме И именно от сна Во многом Зависит скорость Старения человека Поэтому Очень важно Спать не только По привычному Графику Но и в комфортных Условиях Обязательно Проветривать помещение Смотрите В следующем выпуске Главный секрет Колбасы О каких ингредиентах Никогда не напишут На этикетке Откуда в этом продукте Мясные отходы И опасная Для жизни химия Чем современная Докторская Отличается От образца 1936 года Как определить Есть ли мясо В сосисках А также Все уловки Супермаркетов Как продавцы Колбасы Переклеивают Сроки годности И реанимируют Продукты Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...